В 2021 году Долан опубликовал доказательства, похожие на доказательства Сагира и Хитброуна, однако формулы чуть-чуть другие. Никакой геометрии, просто рассматриваем множество решений уравнения p равно x плюс y минус z в квадрате плюс 4yz в положительных целых числах x, y, z. Разумеется, это множество конечно, это лемма 1. Почему? Потому что если у нас 4yz меньше или равно p, то в положительных целых числах конечное множество пар yz. А, соответственно, и x, если мы уже знаем, чему равны yz и p, тоже определен однозначно. Ну, или вообще ни одного x нет, или однозначно. Множество конечно. Первую лемму мы доказали. Всего 5 лемм, они в высшей степени простые. Лемма вторая. Просто алгебраическое равенство. Хотите, скобки раскрывайте, хотите… Каждый, кто хоть немножко понимает, что такое возведение в квадрат и раскрытие скобок, вторую лемму знает. Третья лемма. Количество элементов множества m нечетно. Ну, это уже интереснее. Почему оно нечетно? Потому что если x и z поменяем местами, то значение выражения x плюс y плюс z в квадрате минус 4xz не поменяется. Поэтому те решения, где x не равно z, разбиваются на пары. То есть x, y, z и z, y, x. Такие вот пары решений. Значит, чтобы узнать, четное или нечетное количество элементов множества m, надо посмотреть, что будет, когда x равно z. Уравнение приобретает вид p равно y квадрат плюс 4yz. y выносим за скобку, но если p простое, то равенство p равно y умножить на y плюс 4z означает, что y равно 1, а p – это y плюс 4z. Мы доказываем теорему ферма Эйлера для простых чисел вида 4n плюс 1, потому что вообще в виде суммы квадратов никакое простое число, дающее остаток 3, не может быть представлено. Значит, p – это 4n плюс 1 для какого-то натурального числа n. Ну и если у нас y равно 1, получается z равно n. Значит, тройка n, 1, n – это единственный элемент множества m, когда x равно z. Остали всего две леммы. Лемма 4. Количество элементов x, y, z множества m, где y не равно z, является четным. Это самая тяжелая лемма в этом доказательстве, но она тяжелая не в смысле, что тяжело ее доказать, а просто нужно немножко разбирать случай. Смотрите, если у нас y не равно z, то мы можем посмотреть на все тройки вида x, y, z и x, z, y. И при фиксированных y и z мы поймем, что таких вот троек будет четное число. Ну, соответственно, все и получится. Поехали. Пусть y меньше z. Это положительные целые числа y, z. Если число p минус 4y, z не является квадратом, то в таком случае просто не существует x, потому что тогда ни уравнения x плюс y минус z в квадрате равно p минус 4y, z, ни уравнения x плюс z минус y в квадрате равно p минус 4z не имеют решений в целых числах. Значит, нам интересен только случай, когда p минус 4y, z – это какой-то квадрат. Обозначим t квадрат, где t – положительное целое число. В таком случае уравнение x плюс y минус z в квадрате равно p минус 4y, z равносильно уравнению x плюс y минус z равно плюс минус t. Ну, это, собственно, два варианта надо рассматривать. Если z минус y больше, чем t, то у этого уравнения два решения в положительных целых числах. Если же z минус y меньше или равно, чем t, то решение только одно. Давайте поймем, почему. Если у вас z минус y больше, чем t, то вы можете и прибавлять t, и вычитать t, и у вас будет все хорошо. Если же z минус y меньше или равно, чем t, то вычитать t нельзя. При вычитании t получится неположительное целое число, а прибавлять можно. Хорошо. Теперь смотрим дальше. Уравнение x плюс z минус y. Там было x плюс y минус z. А сейчас x плюс z минус y равняется плюс минус t. Но, собственно говоря, оно равносильно уравнению x равно минус z минус y. z минус y, как помните, было положительное число, плюс минус t. В положительных целых числах у него решений нет, если z минус y больше или равно, чем t. И одно решение, это когда мы прибавляем t, если z минус y меньше, чем t. Если у нас z минус y равно t, это такой особый случай, то тогда у нас для p получается, что это просто-напросто z плюс y квадрат. Такого не бывает. Значит, равенства не бывает. Но вот у нас и получилось, что лемма 4 верна. Когда у вас y меньше, чем z, положительные числа, то в одном случае, когда y от z отличается меньше, чем на t, то есть z минус y меньше, чем t. Получается, по одному решению у каждого из уравнений x плюс y минус z равно плюс минус t и x плюс z минус y равно плюс минус t по одному решению. А если, наоборот, z минус y больше, чем t, то в таком случае у одного из этих уравнений два решения, а у другого – ноль. В любом случае четное число. А теперь сравниваем леммы 3 и 4 и видим количество решений, в которых y не равно z, четно. Значит, есть решение, где y равно z, а это и значит, что число p представлено в виде суммы квадратов. Теорема Фермоейлера доказана.